МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На самом деле это классический лиховой автомобиль. Пришел на смену сразу двух автомобилей. Кактуса предыдущего и Citroёn C4. У Citroёn C4 сейчас нет в гольф-классе своей машины. Фактически C4 кактус закрывает сразу две ниши. И нишу двух классов еще и претендует на кроссоверство. Конечно, кроссовер из него не получится просто потому, что у него нет привода. У него чуть повышенный клиренс. Можно говорить, что он где-то сможет пройти по какой-то колее чуть-чуть. Если ему поможет система грипп-контроль, которую я, например, очень рекомендую. Это система, которую разработали ПСА-шные специалисты. Это управление ведущими колесами для того, чтобы они могли утилизировать все возможное сцепление. И я скажу, в большинстве случаев это помогает. В принципе, кактус – это автомобильчик простой. Это видно по его комплектации, по его конструкции. Таким он задумался, таким он и стал после рестайлинга. Легкий – это значит, что он классический такой жадный француз. То есть с дизельным двигателем топливо в баке за полгода у вас киснет. Так что его нужно выезжать. У него хорошая цена, хорошая ниша, хороший размер. Он достаточно универсальный по размеру. Он достаточно просторный, экономичный. И самое главное, мимо него невозможно пройти. Ни снаружи, ни внутри он не оставляет рано дышать. Если в прошлом Citroёn C4 Cactus в первых версиях, когда он только вышел, он был мягко комфортный. Но в какие-то моменты мог дать жесткий толчок от неровности. То сейчас подвеска мягкая всегда. Если, конечно, так отметить минусы Citroёn C4 Cactus, то это, к сожалению, коробка робот. Роботизированная коробка с одним сцеплением, которое никуда не делось. И она осталась с прошлым мотором. И при переключениях машина кивает. Но в то же время надо отметить, что сейчас это первые были поставки этого Citroёn. И в прайсах уже можно найти машины, которые идут с нормальной коробкой, нормальным автоматом, шестиступенчатым. До Нового года должны уже приезжать машины, которые будут с чуть-чуть другим мотором, с хорошей коробкой, которая вообще не кивает, известно, по прошлым моделям Citroёn. И, в принципе, вот эта проблема с этой коробкой роботизированной, она решается просто выбором другой версии. То есть машина реально мягкая, экономичная, она довольно компактная внешне, но при этом достаточно места внутри. То есть её можно назвать семейной машиной, потому что сзади всё-таки сядут и дети, и взрослые сядут. Есть более-менее пристойный багажник и так далее. То есть машина, которая не срывает шаблоны, но она стала во многих деталях, она стала лучше, 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 чем предшественник. Поэтому, в принципе, да, эта машина довольно актуальна, и я думаю, она будет востребована на рынке у нас. Ну, на самом деле, безусловно, Citroёn берёт своим оперенсом, да, как говорится. Вот когда посидишь в технократичных, таких истинно немецких интерьерах BMW, Mercedes, то когда садишься в Citroёn, ты чувствуешь, я дома, мне хорошо. Я в домашнем мягком кресле, я на таком диванчике обитом серой, это такой дружелюбной тканью. В этом автомобиле по-настоящему комфортно и уютно. И, в принципе, технические параметры тоже подтягиваются к этому чувству комфорта, потому как в своём классе C4 Cactus – это однозначно самый комфортабельный хэтчбэк на наших дорогах, благодаря уникальной подвеске с очень хитрыми гидравлическими амортизаторами. Они здорово глотают дорожные невзгоды, они отменно отрабатывают мелочёвку. То есть, вы буквально плывёте над дорогой. Дизайнерский, он выглядит, как будто, схожим на SUV. Если говорить про этот автомобиль, я помню очень хорошо первую версию Citroёn Cactus. Эта, конечно, стала бы лучше. Вона получила лучший дизайн уже в стиле Citroёn. Это видно. В принципе, в самом автомобиле, в середине, интерьер, он практически не изменился. Но я думаю, что его менять там не нужно, потому что, когда выходила первая версия, вона уже на два кроки была попереду по дизайну. Таким, дизайн майбутнього зробили. И сейчас она тоже очень хорошо выглядит и сучасно выглядит. И еще, я думаю, 5-6 лет, и если вы купите эту машину, вы будете ездить в сучасном автомобиле, и ничего не изменится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА